Всем добрый день! У нас сегодня на интервью очень интересный режиссер, автор некоторых мультфильмов и мой друг Роман Сафаров. Здорово, здорово, Огней! Давно не виделись. Наконец-то ты добрался ко мне и я могу сделать интервью. Так вот, хотелось задать несколько вопросов. Расскажи немножко о себе. Ну, как ты сказал, меня зовут Роман Сафаров, я режиссер. Закончил в ГИК, до этого заканчивал художественное училище по специальности живописец-педагог. Ну, и потом закончил в ГИК, стал режиссером анимации и работой по специальности. Над какими проектами ты работал? Ну, много. Ну, я в основном работал над сериальными проектами. То есть я вот начинал, конечно, с короткометражек, со своих. Там у меня были «Креветки» были, мультфильм, короткометражки. Я тихон показывал. Делал клип «Ленинграду» мотоцикл. Вот. Потом был у меня такой проект «Холодильник» из двух серий анимационных. Ну, называется по-другому, но смысл ясен. Про «Холодильник». Потом запустили, ну, сделали пилотную серию «Креветок». Это уже 14-минутный мультфильм. Сериалом он еще не стал. Может быть, станет, конечно, не знаю. Но вот пока только одна серия. Вот. Потом был «Бадминтон». Он и сейчас есть. Космический «Бадминтон». Мы сделали три серии. Сейчас еще вот в производстве должно начаться еще три серии. «Самого сильного бадминтониста Земли на межгалактический турнир по бадминтону». Работал на студии «Паровоз». Над проектом «Сабез». Был такой проект. Ты тоже над ним работал. После «Сабеза» у меня начался проект «Выход бородача». Протокол каратиста я показывал тоже. Я сейчас над ним и работаю. Бородач примерно через локтя выедет. Блин, у меня вот первая... У меня три серии должно быть. Первая серия у меня заканчивается уже. Ну, уже постпродакшн все. Ждем последнюю анимацию, ждем. Фаны еще не все готовы. Ну, понятно, что музыка там все это пишется. Вот еще две серии в производстве. То есть вторая серия написан сценарий, делается раскадровка. Третья серия еще вообще только синапсис. Ну, это надо уже, на самом деле, срочно сделать все, потому что время поджимать. Ну, вот такие проекты. У меня еще... Я сейчас не могу вспомнить все. Было что-то еще, конечно. Ну, основные вот эти вот, наверное. Ты, получается, всему этому делу уже поучился. Значит, ты поступил в училище, отучился на педагога. На живописца педагога. Отучился на живописца педагога, потом вступил в ГИК. И смотри, вот в данной ситуации, если сравнивать одно образование с другим образованием, какое из них было более полезно? Может быть, тебе в ГИК дал какие-то диземные знания? Может быть, наоборот, ты посчитал, что в ГИК, ну, слабоват был. Ну, как ты сейчас ящик Пандоры открыл просто. Да. Открываешь уровень. Это нормально, вот. Потому что я много слышал о том, что в ГИК имеет не настолько классные знания, насколько бы хотелось. Ну, смотри, если сравнивать, например, в ГИК и училище, то все-таки, когда я поступал в АБГИК, было ощущение, что я поступаю из института в училище. Наоборот. То есть было ощущение, что там намного все ниже, ну, уровень ниже. Потому что в училище, там на самом деле был очень высокий уровень, то есть, ну, уровень рисования, да, вот, например. Нас тоже учили там рисовать все, но это было немножко, в АБГИКе мне было немножко так, как-то, ну, немножко, как сказать, любительский, что ли. Вот. В училище там была прям такая академический рисунок, то есть там прям нас учили, ставили руку там, учили, как вот на самом деле работать красками, как-то, ну, учили академическому рисунку, академической живописи. И когда я поступал в АБГИК, было ощущение, что что-то не то. Что-то, что-то, ну, может быть, я понимал, что там все-таки углубляешь, углубляешь больше в режиссуру, в анимацию, ну, больше в фильм производства, вот, но я не понимал, зачем там нужна вот эта вот живопись, рисунок, вот эти там, я это не понимал, зачем там это нужно, потому что те, кто туда поступил, они уже, в принципе, все умели рисовать. И там это просто шла какая-то повтор того, что у меня уже было. Ну, а все-таки, может быть, что-то в АБГИК тебе дал? Не, в АБГИК мне дал, конечно. Во-первых, сейчас ты думаешь, что мне дал. Я познакомился с людьми, с которыми до сих пор работаю, например. Ну, так бывает с перерывом, бывает, постоянно работаю. Наверное, вот это. Ну, смотри, а в АБГИКе, там, когда заканчиваешь, там уже была какая-то, например, дипломная работа. У меня была дипломная работа «Симбат мореход». Это полностью 2D-шная анимация? Да никакая анимация не была. Там никто не… Вот я говорю, если мы уже переходим к вопросу про АБГИК, там нас практически не учили анимации. То есть вот то, на что я хотел поступить, то, что я хотел заниматься, меня там этому не учили. Я это учился сам. Там у нас были уроки, там, знаешь, в неделю, там у нас, по-моему, один час у нас была анимация. Один час мы просто учили, как шарик прыгает, как вот эти, знаешь, все вот эти стандартные, фундаментальные вещи, которые я, в принципе, до этого знал уже. Все мы в блокнотиках рисовали, да, вот эти все мячики, все это, как они растягиваются, как они… Там учили вот это, это один час в неделю, а все остальное занимали всякие, там, не знаю, черчения вот эти, всякие предметы, английский тоже там был тот же самый. Ну вот мне это не нужно было, например. Ну а симбат у тебя вот этот, вот дипломная работа… Дипломная работа заключалась просто в серии эскизов. Вот так вот. То есть эскизов к фильму. То есть вот я, например, делаю эскизы к фильму, мы их развешиваем на стену, да, делаем какую-то раскадровку, экспликацию, так называемую. Приходят учителя, смотрят и оценивают. Вот это. Ну а все-таки, может быть, кто-то из твоих одногруппников где-то сейчас работает в этой индустрии, или, может быть, ты что-то знаешь о них, может быть, они стали знаменитыми, или какие-то громкие проекты делают? Нет, но у меня есть знакомые, ну, одногруппники, которые работают в этой индустрии, да, есть, которые не работают. Ну то есть, по-разному… Значит, не все… У всех по-разному сложилось. Не всем это образование полностью пригодилось, и кто-то пошел, кто-то не пошел. Ну, конечно, как всегда бывает, это как бы тут не заслуга в ГИК, и не его вина, как бы это уже сам человек, сам уже выбирает, как бы жизненный путь у каждого свой, и поэтому тут ГИК не при чем. Вот, а есть ли какие-то другие способы получить такие навыки, которые тебе дал, собственно, в ГИК и вот училище? Ну, который мне он, в принципе, не дал, на самом деле. Вообще, я бы не советовал никому… Ну, не, вернее, каждый должен решать сам, я не могу за кого-то. Ну, если бы меня спросили бы лет 10 назад, вот если бы я бы сейчас такой, меня не сказали бы, поступая в ГИК, я бы сказал бы, нет, я не буду поступать в ГИК, потому что в то время просто этого не было. Сейчас есть разные курсы, если кто хочет заниматься анимацией, есть полно курсов, тот же Александр Дорогов, сейчас в Москве, ну, не знаю, может, сейчас он не в Москве, но он часто открывает курсы в Москве, можно пойти к нему и научиться быстрее, и, мне кажется, это будет даже дешевле. Ну, это будет намного круче своим. То есть, ну, человек будет заниматься тем, чем он хочет заниматься, да, он не будет переходить, изучать зарубежную литературу, там, когда ты послала в ГИК, зачем это нужно? Ты же поступаешь уже после, по идее, ты уже после училища, после всех базовых своих знаний, ты должен заниматься по профессии своей, а там все равно, как ты, не знаю, мало, мало твоей профильной профессии учит. Ты в итоге сейчас работаешь в этой индустрии, но, тем не менее, вот как ты попал в эту индустрию, то есть, я именно спрашиваю про твое желание, как это вообще вышло, то есть, вот ты окончил в ГИК дальше, ты долго ли искал работу, или есть такие вакансии, нам требуются художники-мультипликаторы срочно, либо требуются режиссеры, ты просто откликнулся на объявление в газете и поступил. Как ты стал? Ну, как у меня, но я могу свой рассказать, не знаю, как у других, у всех по-разному. Ну, вот у меня это было с тех же креветок, которые я говорил о короткометражке. И опять же, эти все фильмы я делал для себя, они для в ГИК. То есть, если бы я просто учился во в ГИКе, делал бы только то, что говорят во в ГИКе. Ну, не знаю, не знаю, как у меня получилось, у всех по-разному. Я сделал мультипинь-креветки, короткометражка, там, 3 минуты, даже меньше. Вот. И показывал разным, ну, на фестиваль отсылал, разным продюсерам показывал. Один продюсер заинтересовался, ему понравилось, и он мне предложил другую работу, не про креветки, у него там запускался проект, холодильник, ну, про холодильник, там, как называется, «Приключение в холодильнике», что я уже не помню, давно было. И он искал режиссера, видимо, молодого еще режиссера, чтобы много не платить. Он про меня вспомнил, говорит, давай, давай, я начал работать на этом проекте. И, в принципе, вот с этого у меня и началось, с этого холодильника. Дверь холодильника открылась, и все началось. Вот. Но он все время держал этих креветок, он все хотел запустить креветок. А, он даже с каналом «Дважды два» договорился, канал «Дважды два», этих креветок показывал в новогоднюю ночь. Вот. Вот. И он договорился с каналом, что они, мы скоро будем разрабатывать свой сериал «Креветки на «Дважды два». Вот. Но это не сложилось. Потом, с креветками по-другому все вышло, но это чуть позже можно укоснуться. Ну, давай сейчас как раз поговорим вообще о креветках. Мы сделали байбл проекта «Креветка». Ну, байбл – это как презентация, знаешь, как бренд-бук. То есть, не чтобы мультфильм рисовать, делаешь бренд-бук проекта, например, сериала «Креветки». мы сделали там персонажи, локации, описание сериала вообще, на какой возраст рассчитан. Вот. И просто рассылали его по разным студиям. это уже не с одним продюсером, но с другим. И вот на одной студии запустили сериал, то есть, пока первую пилотную серию сделали, совместно с… А, анимация была в Южной Корее была сделана. То есть, я в это время еще в Южную Корею ездил. Со своим… Видите, как все запутано получается? Я ездил в Южную Корею со своей короткометражкой «Креветки», которую взяли на фестиваль. И там нашел студию с Айром, которая делала анимацию к времени приключений. Они делали время приключений, «Черный плащ» делали анимацию, «Дора Эксплорер». Вот это вот. Даша, в русском переводе. То есть, люди, которые делали время приключений, делали анимацию… А, еще делали этот, обычное шоу, регулярное шоу. Ну, все вот эти мультфильмы. Да, и я к ним пришел на студию, просто мы хотели делать такую динамичную анимацию, так чтобы это было достаточно круто было сделано. Не хотели брать… Ну, в России можно найти хороших аниматоров, просто это будет очень дорого. И где их найти вообще? В то время это был какой-то 2013 год, что ли, Ну, не знаю, у меня не было таких знакомых. Вот. Ну, просто пришел на студию, думаю, как, может, можно с ними договориться как-то. Вот, поговорили, им все понравилось. Они вообще офигели, что кто-то в России очень мультфильм. Они даже не знали, что в России мультфильм делаются. То есть, как это в России мультфильм, что… Вот. Они очень удивились, что мы заказываем только одну серию, потому что у них там Disney и Nickelodeon их сезонами заказывают. Ну, понятно, да, там они заказывают 52 серии, например, или там, сколько, 12 серий. А тут одна серия, мы там еще… У них… А, это было еще до повышения курса, как раз-таки, нормальное время еще попали мы. Вот. И топ по деньгам получался, конечно, очень дорого как они в анимацию делают. примерно сколько, не помнишь? Слушай, я сейчас вот не хочу врать, просто не помню. Вот реально помню. Это было давно, не могу. Но я помню, что ценник был очень высокий, они нам скидку сделали даже. Ну, хоть. На анимацию. Блин, ну, вообще. По-моему, 18 тысяч долларов. По-моему, по-моему. 18 тысяч долларов. это только анимация, 18 тысяч, просто анимация. Ну, то есть, ну, понятно, без звука, ну, без композа, ну, так вот, просто анимация. Но это на самом деле было во флэше сделано. Анимация флэшевская была. Потому что, если рисована анимация, не спрашивал, да, они мне показывают эти все бумаги, кальки вот эти во время переключений. У них там вообще что-то ценник вообще нереальный, там 70 тысяч долларов. За одну серию, но это примерно серия в диапазоне от 10 до 20 минут или 10-20? Я вот не помню, ну, сколько у нас креветки были, помню, 13 минут. То есть, 12 с половиной, 12 с половиной вместе с заставкой 13 минут. На сценарии креветка полностью ты работал, получается? Одиннадцать или с кем-то? Нет, мы работали с партнером Дмитрий Некрасов, мы с ним же делали креветки, ну, вместе с сценарем работать тут. Вот, и в итоге, что у тебя сейчас с креветками? Сейчас с креветками, в данный момент, ну, вот мы сделали первую пилотную серию, потом тоже там на разные каналы предлагали, не хотят брать этот проект, потому что для детской аудитории он слишком динамичный, ну, не тоже динамичный, слишком он такой, экстрамагантный, что ли, как сказать, может быть, даже какой-то, немножко непонятный для детской аудитории, он такой, знаешь, авангардный немного, вот, поэтому каналы типа Карусель такой, ну, не берут, СТС, СТС заинтересовывался креветками тоже, 2ж2 заинтересовывался креветками, и по разным причинам не получалось, 2ж2, например, у них, ну, они нам предложили буквально в 10 раз меньше, или даже в 20 раз меньше, понятно, что это, ну, нереально сделать. А сколько его примерно просили? Ну, что я тебе могу сказать, бюджет, что там гадать, я помню, я не могу точно, но вот примерно бюджет был около миллиона 400. За одну серию? Одна серия, рублей, рублей. Да, это примерно, это еще до падения, ну, вернее, до повышения доллара. То есть сейчас бы, это может быть и все два. Ну, сейчас с ними не полу, ну, скорее, корейской студии не получится, работать, потому что, например, доллар вырос, и они больше не будут скидку делать. Они сделают акадную серию скидку, Смотри, а у тебя остальные есть проекты, получается, есть Бородача, то же самое. И вот, конкретно для этого проекта, откуда ты нашел деньги, ведь же это, мы поняли, что это сумма не маленькая, чтобы произвести. Да, да, да. Вот, например, креветки, они, это, наверное, единственный проект мой, деньги, на которые выделял, выделял мне государство. Это были частные деньги продюсера, Федора Попова, студии Стелла, потому что, он поверил в этот проект, и на самом деле, серия получилась хорошая, ну, вот, эпизод получился хороший, просто, мы попали в такое время, что, не было таких каналов, вот такие, которые могли бы это все взять, вот, сейчас не знаю, сейчас вообще, я не знаю, кто занимается этим креветками, сейчас или нет, честно говоря, у меня же другие проекты, поэтому, пока под креветками, забыли. А, вопрос дальше, вот, как Бородача, вот, у тебя сейчас появился Бородача, а, Бородача, достаточно глубоко копнем сейчас, или просто как куда-то деньги на проект Бородача. Давай, в принципе, коротко о том, как у тебя эта идея появилась, и откуда деньги появились. Было сообщение на Ютюбе, мне пришло сообщение, откуда Фредератор, я не знаю, почему на Ютюбе не написали, я вообще не знал, что на Ютюбе может сообщение писать какие-то, личные, вот, они написали, что, типа, нам понравились вашему фильм, а там, ну, у меня канал, ну, не раскрученный, он просто, я там выставлял к этому фильму, фрагменты, какую-то анимацию, вот, они написали, типа, вот, нам понравилось, обращайтесь к нам, можно вместе что-то сделать, вот, и вызвали мне потом еще письмо, то есть, как они отбирают проекты, нас, на разработку, то есть, это, просто, такие, битборды, битборд, это, черновой сториборд, то есть, ты, читай, на коленке рисуешь, какой-то там, не знаю, початушки какие-то такие, вот, какую-то историю свою придумал, там, буквально истории могут быть совсем, там, не знаю, на три минуты, на пять минут вообще, то есть, тут какие-то анекдоты, такие анекдотические истории, маленькие историки, но чтобы они были интересны, чтобы чем-то цепляло это, не просто какая-то там, про листочек, который сорвался с дерева и плавно пускается на землю, нет, не такое, чтобы это было интересно, смешно, ну, или наоборот, очень грустно, как-то так, но чтобы это было интересно смотреть, имею в виду, да, эмоции вызывало какие-то, не скучали, не фестивальные мультфильмы, но вот такие вот смешные, и вот они прислали пример битбордов, вот это у них там, их самый такой, ну, мне больше нравится у них, RocketDog, и они мне предложили, можно что-то вместе, ну, какой-то проект придумать. То есть, в этой ситуации, а тебе нужна идея и битборд, да, они профинансируют, само, ну, они как-то, если это им понравится, ничего не будет финансировать, они просто, они могут с тобой поработать, но если мне понравится, не скажут, ну, нет, я понимаю, то есть, при условии, что это их, типа они в этот вид потенциал, они же как, это же Фредератор студии, они, вот, например, время приключений, первая серия была сделана Фредераторе, потом еще, лаборатория Декстера, вроде бы, очень такой был, да, старый, делай пилотные серии, потом продают, Nickelodeon, там, Cartoon Network, там, ну, куда, кто купит, да, потому что они, эта студия имеет большой вес, в Америке, и к ним присматриваются, послушиваются, крупные, студии, вот эти, то есть, Фредератор, это прям вот, идеальная студия, если ты молодой, начинаешь, да, собственно, мультипликатор, или режиссер, с чего, тебя начать, и у тебя есть идея, у тебя есть битборд, тот же самый, ты идешь, Фредератор, ну, да, 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 но это не значит, что у тебя что-то получится, потому что там сотни мультфильмов, которые просто они сделали, никуда они не пошли, но все-таки, может быть, есть какое-либо пожелание, вдруг, сейчас, человек посмотрит, это видео такое подумает, блин, выходите, сайт Фредератору, у них, или там, как он называется, а, сайт похмелья, Hangover, вот это, ну, короче, Фредератор, сайт Фредератор, там ссылочки, там, как говорят, ссылочка внизу, ставишь ссылку на Фредератор, там, я не знаю, сейчас они это делают, по-моему, программа называлась Cartoon Go, что ли, Cartoon Go, по-моему, так, ну, не важно, я не знаю, но эта программа, до сих пор есть, надо посмотреть, то есть, можно просто взять им отослать, и они согласуют, то есть, ну, это достаточно хороший старт, но, тем не менее, то есть, какие-либо ты мог бы советы дать, для, вот, первой попытки создания такого продукта, это, может быть, ты предложишь людям изучить какую-нибудь книжку, там, потом уже саму питчингу, чтобы, вот, людям грехлиц... никакого питчинга не надо, не в том понимании питчинг, какой вообще люди представляют тебя, там, никакого питчинга нет, там, если, люди, ну, если вы будете открыть какой-то готовый, вылизанный проект, уже там, уже полностью, уже там, персонажи продуманы, они даже внимание не обращают, потому что им это неинтересно, им нужно что-то такое, вот, живое, черновое, вообще, которое еще вот только, у вас с головой только, вот, только появилось, и оно сразу же на бумаге, вот такое все, даже, может, даже непонятное, непонятно, они это посмотрят, они все поймут, там специалисты работ хорошие, они все поймут, не переживайте, если в этом что-то есть, то есть, наверное, они уже дофига этого отсмотрели, уже сразу видят, в самом начале, да, живое это или мертвое, так сказать, да, да, то есть, да, это очень круто, смотри, вот ты отправил фредератору, и, что дальше, что произошло? Ну, вот, мы, мы, мы работали с ними, я придумал этого бородача, сделал черновой битборд, высылал, они говорят, классные персонажи, единственное, нам не понравилась история, потому что история сейчас разделена на два, там у меня был, ну, если коротко, бородача, сумасшедший бородач, каратист, и у него друг мальчик круглый такой, вот, и в этом битборде, на самом деле, там, они все правильно писали, было две параллельные истории, про мальчика и про бородача, оно же было, чтобы они вместе были, чтобы это было два друга, как вот Биби Собатки, да, у них же история, то есть, там была химия между персонажами, да, Санджи и Крейг, например, да, химия, они друзья, а тут у меня все получилось, то, что, можем, историю про него и про него, нет акцента, на чем, про кого мы даже смотреть, сопереживать, ему или ему, он говорит, давай продолжать, будем делать это, ну, попробуй сделать, чтобы они вместе были, историю, вот, ну, понятно, что у каждого человека свои заботы, семья, я, да, я начал делать, потом все, работа, семья, все это навалилось, и я потихоньку, потихоньку стал все меньше, обращательный менедж Бородаща, и как бы на этом заглохло все, у меня не дошло, дофинансирования не дошло, я просто ничего не выслу, 36. Ну, то есть, получается, в этой ситуации, они, в принципе, были не проще все это, про финанс DIRECTOR дела, но вот, ты не смог просто доработать, я не смог, у меня не, так совпало, что у меня в это время не было времени, вот, из-за того, что я вот это все, ну, не было времени, но, тем не менее, вот, получается, вот этот материал который уже был недоработанный да и потом тем дальнейшем предоставилась возможность что-то с этим дальше сделать правильно ну да было меня появилась возможность это попадать в министерской культуры что минкуль ну просто сейчас в принципе все мы фильмы которые очень в россии снимают это все или минку или фонд кино потому что других точках нет нет частных компании которые все финансировали то если какая частная компания все равно не деньги идут из минкульт они получают сами финансирование вот давай дальше так получается тебя минкульт выделил деньги а какова стоимость у тебя вот серебра дача вышла и кроме этого еще ты что-то еще туда доводила ведь я думаю тонн по-другому доработал конечно конечно я же я говорю я же не стал не успел все доделать то чтобы не но я то что они написали про радует все намотал на уз принципе все это было верно и вот был написан сценарий первой серии ты переосмысл какие-то момент да да конечно битборда повторяет но уже не так там есть там есть повторение но они малочисленные принципе история совершенно другая получилась вот я так смотрю да они были правы что вот так вот повернули вот так вот чтобы чтобы у меня история была более ровная продукт про двух друзей они они то что они были когда раздельно вот ну я видел одну серию бородача тем не менее я не мать видел ну да не полный тем не менее она мне очень 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 понравилось спасибо для россии это прям очень хорошо уровень и я думаю то что я был мог бы даже внести в двадцатку один из лучших таких мультсериалов даешь мне очень готов но мне понравилось но в плане вот такого достаточно не слишком взрослого и в то же времени детскую как раз обычного лайтовому мультсериал ну да он просто привезли же если никакой нет ну да просто приятно посмотреть как сейчас симпсоны смотрятся они не детские не взрослые просто приятных смотреть вот но у тебя там правда идея посвежее все-таки сейтинг очень интересно кстати хотелось услышать немножко о сейтинге потому что как понимаю это сеттинг из боевиков восьмидесятых которого такая ну да 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 на счет 8 десяток там есть то что может это 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 я надеюсь музыка написано я композитор дал установку чтобы музыка прям даже примеры прислал как вот чтобы там как музыка должна звучать это прямо на самом деле должно быть такое восьмидесятые вот эти фибби ты вот эти вот прям такие звуки но не пиксельные не виду а вот ну как как звучало музыка восьмидесятых вот единственное что это можно например 80 потому что вот битборде меня принципе сюжет мог происходить восьмидесятых первой серии вот этого сам ну помнишь да там уже это видно что не 80 это все-таки наше время штамм они с планшетом ходят уже но все-таки дух тут главное что это дух какое передается вот если теперь получится дух передать да если нет значит не получилось у меня есть только музыка может передать ну да музыка может добавить ну там есть еще конечно бы художественные некоторые моменты бы я бы мог был кит еще дополнительно добавить чтобы просто выделить и пасхалочка определенных ну я думаю с пасхалками ты и сам справишь не может быть что то есть там но это уже как-то было неумышленно может что-то мышля там никаких пасхалок у меня как там нет ничего такого но блин сейчас зрители такие услышите пасхалок и не это зачем это смотреть выключает давай по новому были но в любом случае тебе имеет смысл какие-то посылки как виде книжечки там добавить на фоне в background не какие-то прям сложные пасхалки но можно сейчас многие любят искать пасхалки просто например тут дело пасхалки там могут делать не ты могут и художники делать и художник постановки может пасхалку там да я даже при этом не узнаю композитор может сделать пасхалку и аниматор может пасхалку то есть но получать как мне кажется все конечно сам костюм этого бородача вот весь мне просто кажется лично то что у тебя тут это произведение бородач это как будто бы не то чтобы лично и твоя история но что-то ламповое приятное то что ты вот как захотел перенести сейчас мы так часто делаем и что-то в детстве нас замыкает что-то тепло и мы часто хотим это еще раз проецирует проецирует ну да это все это все есть но опять же я это не дел специально если то это есть но видимо ну это так вот так само получилось ну специально я специально честно там не помню что такое картинка там будет интересно тем что у персонажей будет падать тень как будто это сделано кальки эти пом показывал это нет ну и главное что я если можно будет то есть там это понятно что я не фанат это на кальке не сделано все было это сделано компе это компьютерная анимация вот но в авторе мы там добавляем на композе тенюшки такие от персонажей чтобы они на фон падали нашего лесу с мышки мультфильмы даже тот же царь горы например на старые сезоны когда они еще рисовали в ручную там и персонаж когда стоит от него такая тень падает на фон вот мне так мне просто так нравится когда видно что вот это прям такая и получается такой эффект эффекту и кальки такой вот как в старой анимации было то есть ты делаешь принципе пасхалку на старое производство мультфильм может быть может быть это уже это уже очень круто не думаешь о том что в принципе при таком раскладе может быть еще и вхс на эффект наложить не надо слишком и то есть ты просто хочешь оставить какие-то ламповые моменты но не портя качество конечно да это просто это 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 моя какая-то такая страсть можно даже не заметить прямо хочу так было прям чтобы персонажи падать и подпадала тень на это на фон но тем не менее получается сейчас минкульт профинансировал бардача сколько стоило серия многим людям это по-любому интересно пример так же как и креветки ну чуть поменьше там миллион двести где то есть миллион двести можно произвести серию но как я понимаю это все таки серия но это 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 очень маленький бюджет делается в методе ну конечно карты и зарплаты себя сглаза ну и я и сам я не плачу платит студию то есть есть метр ты сам рассчитываешь смету или кто-то тебя рассчитывать сметы не может считать пишешь зарплату свою зарплату аниматоров зарплату будем говорить не западу гонорар гонора сценаристу аниматором звукорежиссеру актером насколько тебе там актер будет записывать записываться студия звукозаписи тоже который нужно снимать на 2 смена на смену сколько это даже сам понимать сколько из тебя там 10 минут мультфильм скорее всего за одну смену исправишься тебя там он 60 минут одно смену тебе не хватит одного дня до тебе придется там не знаю но минимум там дня 4 это минимум на 60 минут на анимации на 10 минут в одной смену вполне хватит и все равно прописываешь нужно описать еще какие-то дополнительные расходы на всякий случай всегда смотря на да 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 всегда что-то может случиться всегда что-то идет не так аниматор не сдал работа деньги мы заплатили такое тоже бывает ну а все-таки получается вот у тебя есть проект и получил на него деньги вообще сложно было получать минкульте деньги и то есть ты сам как лично подавали это это подает студия обычным смертным они не дают хотя они ходят все прописано что можно данного редких случаев не припомню в принципе ты просто зная что в принципе в теории это возможно ты просто не пробовал лично ну там будет обратиться ты решил вместе с какой-то студии это сделать там не так все просто там нельзя просто пойти в минкультская что ты снимать мультфильм вот мой сценарий там нужно кучу документов примерно вот такая кастовка это студия просто помогаете в данной ситуации но гарантированно собрать документ ну да ну да да ну по идее да то есть есть студии которые принципе котируются которых но хорошо и зарекомендовались в том же минкульт дали фонде кино на фон кино это больше для полного метра минкульт не то что ты подал там любое тебе дали деньги на это там все но есть какой-то экспертный совет который смотрит все это но все-таки там студия которая подала на главенулите ровно то есть как смотряка студии то есть главное в принципе выбрать studio и лучше это подавать все-таки над и все еще не тоже студия сами заинтересоваться в проекте вот эти лета проект не устраивает она не возьмет а сути ты студия в этой ситуация промежуточном этапе наступает и через studio получаешь день но в принципе это реально но как я понимаю вид studio сама тоже рискует и за эту то есть она представляет твой интерес уже перед минкуль там если ты еще пропадешь и сделаешь проект тогда этой студии тоже не очень будет хорошо в дальнейшем джану по идее дну все так люди работают по идее как так мир устроен как бы они не студия нанимает людей которые должны снимать кино а как по-другому не ну просто каждый такой подумать блин указывает здесь весь пол и контракт и договор не но есть договор контракт и все это как-то прописывается я не помню к случаю чтобы прям люди тут убегал бывает как такое но это очень редко то есть мы сейчас с тобой поговорили смотри а двух твоих личных проект ну тебя же еще есть и третий проект это космо бомбинтон космо бомбинтон что с ним происходит с ним я тебе все-таки там помогал композил мне безумно интересно что с ним будет дальше и я как понимаю он для союз мультфильма в итоге адресовался нет как не будет изначально он также был подан через студию на получение денег минкуль да получил деньги мы сделали первую серию его показали в суздале эта серия заинтересовался из мультфильм понравилось очень они попросили нас сделать целый сезон но но если космо бомбинтон там если коротко о том что у мальчика пропадает отец лучший бомбинтонист планеты когда он летел на межгалактический турнир на планету бомбинтур он просто исчез и то ли он похитил то ли он потерялся ну такая история и местами полетел мальчик его сын то есть он участвует турнире как представитель земли но в то же время должен найти своего отца ну такая вот история и есть то есть получается у нас такой смешанный проект то есть это и вертикальный сериал и горизонтальный если кто не знает что ну ты знаешь там горизонтальный это когда это знают зрителям то интересно я сам напутаюсь ну горизонтальный тогда каждая серия она вернее вертикальность рада каждая серия отдельно то есть мы можем смотреть на десятую сфере потом пятую сфере потом первый то есть как том и джерри например да как симпсон как симпсон да тоже а горизонтальные это когда это будут все известны сериал да когда если не посмотришь первую серию но что 3 серия призывает это когда вот как там санта-барбара там да или там или breaking bad вертикальный смотри как угодно какой там с пятого сезона начинает смотреть 30 серии как хочешь ты там ты ничего не потеряешь а если кисел мир какой-то в игре тифол да ты тоже можешь принц его смотреть начиная со второго сезона как как угодно вот но там прослеживается один стержень и за вот поиск дневников да вот это все то есть те кто хотят погрузиться полностью сериал должен просмотреть с первой серии и тогда он еще лучше покажется да еще круче будет вот но можем смотреть и так в разнобой что мне понравилось что у нас смешанный сериал то есть у нас смешался горизонтальный горизонтальный и вертикальный они хотели чтобы все серии были отдельно этого папу не нужно потому что зритель не понят ничего мы к этому еще не готовы и мы начали зарабатывать к новой концепции мы долго сидели разрабатывать концепции про как это вообще как как развить бургентон сама тема бургентона много из этого не возьмем в конце мы и немножко переделали все это сделали концепцию без папы разработали сильно то есть они оплатили они же оплатили какие-то серии вроде бы первые там серии 1 2 серия вы сделали то есть это даже не деньги союз мультфильм это то есть они просто взяли проект типа под свой крылом и сами потом стали подавать я не понял там что-то случилось с финансированием я не знаю не буду придумывать ничего я просто не знаю но там что-то теперь прогресс финансирование учились я знаю что много это полетело но какая-то проблема временная ты не знаешь типа вот сейчас в этом году то есть у тебя еще сейчас будет а когда может быть ты это хоть куда-то выпустишь а то есть у тебя сейчас есть спонсированный государственный сериал покажут одну серию 3 7 пока не супер а вторая серия не знаю где пока может потом когда будет подберется что серий может быть в хс-косетку записать 5 серий или сколько получается или 6 уже будет серии всего 6 но пилотный обычно тип нулевая потом пешка получается получается ну короче я не буду справиться там не то я там как и концепцию делаем понятно все достаточно так вот я говорю да вот подводный камень вот это подводный камень всегда будет вмешиваться ваш проект мешает дорабатывать его персонажей всегда всегда жить из-за того что все ваши проекты будут меняться все персонажи сюжет все будет меняться никогда не позерва не держите проекте я бы отпускать должно быть так должно быть свободно если будет держать за него будет очень сильно обидно вам всегда будет ну может вас ума сойти если вы будете к этому так режиссер относиться попроще 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 это хороший совет так чтобы ты мог порекомендовать людям которые вот хотят заниматься мультфирмами чтобы заниматься мультфирмами нужно ну тут все знают железный зад просто железный зад ну я вот не кинулась не открываю не но все-таки тем не менее вот есть люди которые занимаются youtube анимацией как-то преуспевает и даже умудряются на этом хорошенько подзаработать типа вот как ты думаешь ну почему с того взгляда это все-таки так тяжело что вот лучше не стоит этого делать почему-то если фанат конечно у вас того пути нет вообще анимация когда профессия тебя выбирают ты по-другому не можешь все все творческие профессии такие но не может и не есть люди которые пришли в анимацию потому что данный момент это выгодно или или это просто знакомый как-то посодействовали в принципе вообще аниматоры но всех тех кто занимается заниматься фанатом вот прям реально фанатом потому что тут и семья страдает потому что это все твое время все 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 выходные у тебя уходит на это проект дополнительную работу которую ты сам делаешь это то что не спел делать течение недели по разному то есть это такие хронические трудоголики то есть первую очередь большой минус это даже не в деньгах авто что ты очень много работает очень много и бывает так что нет отдачи то есть это не то что ты например спел песню она кому-то понравилась и настало ну стала популярная и везде крутят и все слышат можно взять включить и она играет на поле где-то анимации ну вообще фильм фильм анимации не так все смотреть чтобы зрители увидели то что сделала может может так сделать телеканал то там тоже нам столько нужно все учесть чтобы то есть получается в данной ситуации ты говоришь о том что результат иногда не оправдывает тех ресурсов которые ты затратил на производство этому мультфильму то есть ты можешь от этого не получить ни славы не богатство да и даже уважение можешь не получить от этого просто получить ненависть ненависть но в принципе если ты будешь таким как сказать кому-то смотри вот насчет образования что мог бы ты посоветовать людям которые хотят этим заниматься может быть какие-то книжки или вот какие-то курсы вот ты прям знаешь вот эти типа курсы хорошего как саша дорогого ты советовал курсы может быть по книжкам ты такой вот знаешь что там ричарда вильямса kit вот самая лучшая книга и все и больше этого не нужно или ты знаешь что вот достаточно еще вот этих вот этих книг почитать то есть что нужно людям для того чтобы начать этим заниматься что посмотреть что почитать куда записаться я думаю те кто хотят заниматься уже сами как все начать это просмотром мультфильмов пока это по-моему это самый действующий вариант как начинать прям смотреть по кадру как работает то или иное движение как анимация аниматор добились каких-то таких классных движений которые понравились смотрите на паузе всегда сейчас решили не писать без проблем раньше может надо было включить на видеохтеб записать включить все пультом там тыкать все нажимать там репресс экран то это непонятно сейчас вообще не без проблем на ютюбе не помню нельзя смотреть а так пока не знаю ну скачали любое ролик которым понравился любую мультфильм квиктайм там пожалуйста смотрите как то все сделано вот начать начать с этого я в этом уверен вот прям вот мы что не только приниматься не говорю про драматургии режиссуру чисто просто приниматься как вот создать то илиное движение много ли труда в этом бывает так что хоть сложное движение делается буквально с адвокатом это смотрится так круто очень круто не надо много над этим работать а бывает наоборот если из литературы да ты сказал ричарда уильямса мне кажется тоже скорее всего книги которые тоже стоит прочитать значит лучше в бумажном виде без проблем найти кому удобно в электронном виде если вообще что-то из из области анимации много-много книжек если просто про истории анимации там узнать та же книга леонарда маутин а анушак и маги тоже классная книга можно много узнать про американскую анимацию там разговоры моих фильмов разговор известных моих фильмов по Тома и Джерри насколько я прям знал что Тома и Джерри делалось полтора года полтора года целая одна серия как они успели 112 серий я понял это типа до период ханна-барбара кстати ты знал что что потом там и Джерри опять ханна-барбара производила но сами студия студия ханна-барбара но это же шоу для телевидения классический кинотеатр кинотеатральных фильмов то есть дать до того как они в чехии отвезли про классические мультфильмы серии американские диснеевские Warner Brothers подзывами все книги отлично написано так что советую книгу тоже и вообще ну аниматоры такие люди все знать нужно читать много смотреть много то есть в принципе познавать весь мир и больше практиковаться именно в анимации конечно да а практиковаться нужно постоянно повторяйте даже вот убили классный мультфильм какой-то вам понравился момент там не знаю какое движение попросят повторите все прямо взять и прямо снисовать тоже как должен копировать мастеров да тоже с нуля пересут приходит музей ставить юник какой-то караважа или шишкина и копирует просто врагов какие есть подводные камни для реализации своей идеи всегда сталкиваться с какой-то непонимание то есть вот мы придумали вам кажется все гениально классно придумал приходит не годится никуда не пойдет этот канал не примет и если например вы сделали придумали анимацию сценарий написали а аниматор не так вам нельзя же одному сделать целый мультфильм и получится все равно нужно это помогал аниматор да я вам я хочу вот так нужно просто уметь работать с людьми понимать что они очень масса это командная работа вообще вот так думать что я придумал проект я сделаю нет это писатель может придумать написать как он задумывал так и снять почему давно не читать мне нравится организацию команду потому что не тоньше сказать а вот режиссер снял анимация командная работа как очень фильм как как к киноиндустрии командная работа нужно уметь отпускать свои идеи и не придерживаться сильно сильно за них не держаться как же жить с этими идеями если ты отпустил эту идею то ну я хорошо когда полностью то что придумал полностью это полностью воплотилась жизнь так и задумал но всегда всегда знать о том что что-то может пойти не так как какое твое отношение к анимационной индустрии в россии то есть если у нас хорошие проекты если у нас перспективы на хорошие проекты как у нас с финансированием проектов и так далее что думал думаешь вообще насчет российской индустрии анимации в целом ну лично я думаю то что у нас очень хорошо мин культ дает деньги и это безвозвратный и и это очень большой дает стимул для производства некоторых мультсериалов и в принципе у нас почву для создания мультсериалов очень хорошие мягко говоря и сейчас я очень много талантливых людей вижу но вопрос ты не мне а вот себе вопрос чтобы вообще понятие как бы так я просто внутри как бы ну совсем внутри да я могу немножко рассуждать очень субъективно так но все таки тоже в анимации работаешь но ты и композер как как со стороны ощущается я всегда все все точно так сейчас мы в принципе в россии появляются достаточно регулярно много их не все не хорошее но их много и ну качество пересадет в не количество писать качество все равно после уже начинается уже и сюжет и более декватно становится но опять же все эти фильмы детские все равно да это все приску и я выделил проектов какие-то адекватных проектов для для подростков даже для так называемых кидалки взрослые но все еще фильмы симпсоны в россии проектов таких принципе нет были 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 попытки делать все это но все это не очень успешно все заканчивалось можно заканчиваться не были успешны проекты опять же тут мне кажется все дело упирается есть если люди которые хотели делать все делу убирается где-то пока где-то сделаю на южный бар как качество не люблю чтобы копили на парка просто мы говорим что по типу такого качества проект для взрослых где он крутить каналы для зазорства взрослых контент не платит потому что ну это все все фильмы все эти мультфильмы они это это пойти реклама игрушек все детские мультфильмы потому что с мультфильмом авторы ну вся съемочная группа в принципе ничего не получают с самих мультфильмов да если например минкульт включить вот мы сделали мультфильм без мультфильм мы сделали мультфильм он понравился всем а деньги откуда у нас появляются только с продажи закусывающих товаров там книжки всякие продукты там йогурты игрушки вот только так а если мы сделаем взрослый контент то непонятно как его раскручивать как игрушку взрослый покупать не будет ну можно сделать какие-то сумки какие-то рисунки на майках на футболках ну то есть у нас нету где реализовывать эти мультфильмы кто производите за счет чего производить у нас есть но еще нету куда это сбывать собственно да и нету и самое самое сложное это сценаристы вот нету сценаристов которые могут написать классный классный классную серию это же намного сложнее чем писать какие-то 5-минутные сценарии детским мультфильмом простой сюжетом и мнение истории ничего такого сложного а когда у тебя три параллельные истории сценарием как 20 минутный серий в россии нет 20 минуты мультфильмов были один из мультфильмов но опять же он тоже но я кстати помню насчет сценаристов я вот помню что ты рассказывал что у тебя работал один из сценаристов который работал в черном плаще или на черном плаще да это как так вышел над каким проектом он работал с тобой не могли найти сценариста в россии как бы это не звучало странно снаристов анимации в россии просто нет если не стал может и есть чтобы на голову они не попадаются на голода вообще их реально просто у нее на сценариста пониматься все что я вот видел все что писали все,пригод whether it says нам если мы делаем сериал он должен не вытаскивает это не получается они могут придумать конкурс цена и а вот так доходим до диалогов что что-то каких-то смешных шуток то не получается и тогда начнется обратиться майкл морру американский сценарист но он наверное написал типа это быстро было и он не особо вовлечен характер 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 написал описание персонажа и взаимоотношения слушая вообще как так получается что вот в америке есть такие специалисты у нас в россии нет у них есть какой-то специальный институт для специальной школы сценаристов все серьезно у них нет такого вообще вообще все мультфильмы в америке делится на два типа да и будет очень забрать на есть мультфильмы которые основываются этих говорил на столь борт художник приступает должен приступать к столь бортам они прям столь борта прям в рисунках придумываются шутки какие-то перейте сначала есть сценарий какая-то костяк да сценария потом приспать старик 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 думают об шутки после многих шутки нельзя написать с нами что-то это не видно не полнуюсь это приходит только в рисунках он они это все придумал столь бордов а потом еще снарицы подключаются тоже как командная работа снарицы шучит додумывать потом учатся гэггман то есть гэггман который придумывает типа к венщик в эту шутку что венщик не сможет написать у него просто набор шуток и когда работа происходит то получается такой мультфильм достаточно там и визуально шутки есть там и какие-то словесные шутки а есть сериалы где так пишется просто сценарий и по этому сценарию уже там уже прописаны все гэри уже по ним просто четко рисуется storyboard это не значит это плохо а это хорошо нет просто разный проект нужно учитывать приступать проект нужно ли так делать или так делать я узнаю что спать боб раньше делался именно так то есть он по первому варианту так как стал выставить старифористы думали шутки сейчас это переросло уже в такой более ровно сначала пишется сценарий а потом уже по нему просто рисует раскрывать то есть и получается вообще можно ли как-то в россии тоже начать писать сценарий подобным образом ведь как я понимаю у нас сцена обычно просто пишется сценарий по нему потом делать понятно что можно что-то думать там нет такого нет чего-то привязанности прямо к сценарию может там storyboard может что-то придумать но байкер должен поддерживать сценарий диалоги только прописаны они зачастую уже пишутся сразу то есть они записались уже и все нельзя там диалог что-то поменять можно конечно когда когда какая-то фраза немножко не подходит там и канал фразу зарубил бывает так бывает и перезапись но это такие же вещи это как сказать это бывает но очень редко это 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 очень редко